Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Совсем скоро начнется сезон посадок семян на рассаду, поэтому мой долг передать новичкам в делах садовых ценный опыт. Опытные садоводы скорее всего не раз обжигались об зараженный грунт. Увы, болезнетворные бактерии и грибки действительно могут омрачить выращивание рассады. Если же такое случилось, то в лучшем случае саженцы будут чахлыми и дотянут до высадки на огород, а в худшем случае можно потерять часть или все растения. Также в грунте могут присутствовать некоторые вредители, их яйца и личинки, которые тоже постараются сделать вашу рассаду чахлой. Поэтому опытные садоводы обеззараживают грунт. Способов, как это сделать, действительно много. Но сегодня я расскажу, как в моей родной деревне обеззараживают грунт без применения химии или каких-либо других препаратов. Помощником в этом деле выступит обычный сильный мороз от минус 15 и ниже. Чем сильнее будет мороз, тем меньше всякой гадости останется в грунте. В общем, научно доказано, что при сильном промораживании грунта всякая гадость погибает. Ведь и раньше всегда рекомендовалось при осенней перекопке огорода оставлять, не разбивая крупные комья земли, чтобы при зимних морозах погибали вредители. Поэтому наша задача заранее подготовить почвосмесь под рассаду, смешать все необходимые ингредиенты для рыхлости и плодородия и пересыпать землю в небольшие пакеты. А дальше ждем хороших морозов и выносим пакеты на балкон. Там мы продержим грунт от 5 до 7 дней, чтобы мороз хорошенько почистил землю. Но если в вашем регионе не бывает таких сильных морозов, то вам подойдет другой способ обеззараживания грунта. Об этом я расскажу в следующем видео. А как вы обеззараживаете грунт под посадку рассады? Делитесь своим опытом в комментариях. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok